Валерий Брониславович, использование интервальных гипоксических тренировок в гериатрической практике. Валерий Брониславович, использование интервью. 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 реакций, так и индукция механизмов, генетичных механизмов, завтра к повышению уровня индукованного гипофсии фавтора. А так отличается безличь многих механизмов, которые, в основном, обеспечивают адаптацию организму до наступных эпизодов гипофсии або ишемии. Это, например, повышение уровня миоглобина, синтез эритропоэтина и синтез инсулиннезалежных транспортных шляхов глюкозы. Это поселенное антиоксидантное запись, противоречивание эффективности функционирования митохондрии и очень много других механизмов, про которые уже не буду говорить. Створено много пристроек для проведения гипофсических тренировок. По-перше, это целые к комнаты або портативные тенти, когда люди на ночи перебывают за умом дозованной гипофсии. Это и специальное пристосование камер, в которых происходит тренирование, помощь и физическое тренирование. Это также специальные апараты, которые с шляхом распространения газа на мембранах позволяют отримать различные концентрации киснью, как гипофсичные, так и гипофсичные газовые совмещения. Это и аппарат гипофсичной стимуляции организма гипозрон-Н, в котором используется при интернете инсистенции сбородного дихания. Аппарат был разработан науковцами Киевского технического института и института физиологии, в этом участвовали участие института геронтологии. В институте геронтологии проводились кинечные дослежения, эффективности тренирования тренирования разными дослежниками. В первую очередь в 90-е годы это была Ирина Николаевна Карабань, Татьяна Викторовна Серебровская, они изучали эффективность при паркинсионизме. Потом это были обследования здоровых людей, которых изучали физически-разумовую экспериментацию на процессдатность. Потом выполнили диссертацию Ищуфа Дима Александровича, что хворяется с химической хворобой сердца. Потом это порушение гублеводного обмяну при диабете, гипидного обмяну, инфтериальная дисфункция. Сейчас проводятся дослежения у хворих с инструктивным заболеванием легенев, а также у хворих с инструктивными и инструктивными порушениями. Зуперюсь только на двух направлениях дослежений. Было показано в многих сериях дослежений, что интервайные гипоксичные тренирования первое всего, что увеличивает резистентность организма до гипоксии. Так на десятки минуты гипоксичной пробки постерегается меньше значение падения сатурации крови. Кроме того, данные литератури свидетельствуют про то, что интервайные гипоксичные тренирования покрашивают переносимость эпизодов и шимияния карта, то есть гипоксичные преподъектирования. У хворих и стабильности инокардии на кругах была отмечена досок высокая эффективность гипоксичных тренирований как в первом, так и в другом функциональном классе. В этих хворих обоих групп получили стандартное гипоксичные тренирования. Ви бачите, интервайные гипоксичные тренирования дают на задатковый эффект, как в плане повышения потужности порогового физического навантажения, так и тривалости. Если физическое навантажение не повышает, то увеличивается его тривальность. Это результаты добового монетирования электрокардии, которые показывают, что впливом интервайных тренирований уменьшается часть добового решения миокарда. Залегунувшого цей эффекты, я уже говорил, что подвечиваются стандартные гипоксии, кроме того, гипоксичные тренирования подвечивают экономичность функционирования социально-судимых систем и физических навантажениях. То есть при таких и самых навантажениях меньше и для срастания частоты средствующих второго и апеллярного тиска, и, соответственно, меньше споживание кислым миокардом и для экономизации. По-друге, это улучшение показателей микроциркуляции. Это губерна-теллектива, но она даже ображает стан микросудин также в миокардии. Это улучшение функций эндотегрирования микросудин под впливом интервайных гипоксичных тренирований, при проблении реактивной гиперемии. Это улучшение активных метаболитов осида азота, при проведении интервайных гипоксичных тренирований. Тобто, интервайные тренирования показаны диагностированием до комплексного лечения хворих и стабильности на каждую и напряжении другого функционального класса. Другим напрямком досліджения активных тренирований были преддиагрированные порушения в углеводном облике, и повязаны с ними и другие порушения. Почему это было и завтра? Потому что расширенность преддиагрированных порушений прогрессивно срастает в целом мире. Наши досліджения показали, что расширенность преддиагрированных порушений срастает в летнем области. Если молодец, это 10%, кто старше 60 лет, половина пациентов уже обстеженных мают те или иные преддиагрированные порушения, которые приводят до увеличения риска развития сухрового диабета другого типу. Если есть поединение гликемии, например, наше порушение толерантно-светной глюкозы, то 10% этих людей летнего века щороку переходят в категорию хворих сухровым диабетом другого типу. Было измещено, что влияние эпоксии в плане порушения углеводного обмена неоднозначна. Они зависит от интенсивности и привалости. Так, если у нас эпоксия не контрольована, например, у хворих с синдромом внушного гадноя, это приводит постаново до развития преддиабета и цифрового диабета другого типу. Они развиваются потому, что при неконтрольованной эпоксии утверждается велика кількість сетокиньев, которые уменьшают чуть лист тенин до инсулина. В то же время у добре адаптированных до эпоксии жителей высокогидия частота преддиабета и цифрового диабета другого типу несколько раз ниже у них нету осіб, которые живут на уровне моря. В эксперименте доведено, что эпоксичные тренирования в порядке с увеличением резистентности до эпоксии украшают состояние углеводного обмена, уменьшают деструкцию острых сил, стимулируют отводление новой катаклейки, увеличивают уровень инсулина в крови, а также снижают концентрацию инсулинарных гормонов. Нам было показано, что частота преддиабетических порушений углеводного обмена у людей летнего века значительно увеличивается при нижней резистентности до эпоксии. То есть у северистических тренировок людей, которые имеют низкую резистентность до эпоксии, спостерегаются те или иначе порушения углеводного обмена. Причем, порушения, которые у нас встречаются в 2,5 раза чаще, порушения толерантности до глюкозы майже в 4 раза чаще. Такое поединенное порушение встречается в 20% и не встречается у людей с нормальной резистентностью до эпоксии. Это слайд, который также показывает, что уровень глюкозы выше как начи, так и через 2 часа при стандартном глюкозо-телерантном тесте в случае низкой резистентности до эпоксии, но у них уровень инсулина достаточно высокий. Это свидетельно, что у людей с низкой резистентностью до эпоксии параллельно существует и инсулина резистентность. В связи с тем, была сделана спроба покращить состояние погодного обмена у людей летнего века, которые имели порушения при диабете. Были обследованы 2 группы людей, которых тренировали, проводили реальные тренирования или реагирование 5-хвилинных периодов дыхания и эпоксичных сумочек и 5-хвилинных периодов дыхания и атмосферных поверхностей. И вторая группа, которые получили имитированные тренирования, то есть они раздвигали атмосферным полетом через маску. До тренирования все обследования мали 100% порушения уголовного обмена. Ви бачите, что под влиянием реальных тренирований сразу после их закончения половины людей уже не было при диабетике и эпоксичных порушений, а очень интересно, что через месяц эффект усиливался. Примерно только в тренировании людей остались эти порушения. Больше эффективными были тренирования у людей с порушенной толерантностью до глюкози третьей колонкой и при поединении обоих порушений. Цель ревень грекимии через 2 години стандартного глюкозитолерантного теста его снижение свечит про сильный эффект эпоксичных тренирований. Другие изменения у всех пациентов это снижение липидов сервалации крови, вокремя загального холестерина и эпоксичного низкого густыни, это покращение функционального стану эндителия микросудин, что проявляется при пробе с реактивной глюкозитолернией, а также на уровне макросудин клочевой артерии. Таким чином, можно сделать висновок, что в корествующих глюкозитолератических порушений в результате интервальных нормобалитических глюкозитов тренирований происходит до комплексного вплива, вокремя увеличивается резистентность до гипофсии, нормализируется состояние углеводного ликвидного обмена, покращение состава микроциркуляции, и возомоторная функция эндителия. Тому рекомендуем доповнювать рекомендации обмена обмена института 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 обмена или неликвидным метеоргодотектор декората уважаемые декораты петли Декорат декорат